Близка к финалу в Иркутской области подготовка к переходу на цифровое вещание. Уже 3 июня в регионе будет отключен аналоговый сигнал. На сегодняшний день реформа вызывает немало вопросов. Ответить на часть из них попробуем в следующем материале. Включить приставку в сеть, соединить штекеры на настройку цифрового ТВ у волонтера Евгения ушло около 10 минут. Владельцы оборудования с техникой «Навы» переживали насчет 3 июня и отключения аналогового сигнала. Ведь могли вообще остаться без телепередач. Теперь все в порядке. Волонтеры научат пользоваться новинкой. Бесплатно. Спасибо, наверное, государству, потому что дали номера телефона. Все время по телевизору шла строка, что можно обратиться к волонтерам. Вот мы и обратились к волонтерам. Они нам не отказали, помогли. Спасибо им большое. И качество, конечно, шикарное. Обеспечение качественной картинкой – задача для 800 волонтеров региона. И возможность заработать для предпринимателей. Некоторые маскируют свои услуги под уведомления от якобы исполнителей госпрограммы. Таким коммерсантам антимонопольщики Прибайкалья уже выписали предупреждение. Больше подобную печатную продукцию раскладывать в почтовые ящики нельзя. Это сделано, как мы полагаем, недобросовестно, потому что, по сути, у потребителя формируется представление, что организация, которая размещает такие извещения, вроде бы определенный исполнитель этой целевой программы. Таких исполнителей, на самом деле, как хозяйствующих субъектов, никого не было определено. Выбор исполнителя услуг подключения – на усмотрение будущих зрителей. И многие склоняются к выбору кабельной сети, потому что там после 3 июня останутся все местные каналы. А это, в первую очередь, местные новости. Для большинства жителей региона это главный критерий при выборе поставщика услуг. Спрос на услуги кабельного телевидения увеличивается в связи, опять же, с этой информацией. Очень многие клиенты приходят и сейчас спрашивают про подключение. Подключение через кабель, увы, недоступно для жителей некоторых северных территорий. Но там и цифрового сигнала нет. Единственный выход – спутниковая ТВ. На сегодняшний день единственная существует проблема у нас – это Катанский район. Вы сами знаете, что это удаленный самый район с такой низкой плотностью заселения территории. Но этот вопрос в настоящее время тоже прорабатывается, решается. У нас уже определен перечень нуждающихся, которым будет установлено это спутниковое оборудование. И в настоящее время прорабатывается логистика доставки. С доставкой и подключением комплект оборудования обойдется примерно в 6 тысяч рублей. Эту сумму жителям компенсирует областной бюджет. Людям выдадут сертификаты. Работа над доставкой телесигнала всем жителям региона продолжится и после 3 июня. До тех пор, пока качественную картинку не получат все. Евгений Шоев, Влад Рыбакова, Владимир Пинаев. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова